МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она была принята на саммите в 2015 году в Уфе и соответствующим планам действий по ее реализации. Тесно сотрудничаем по вопросам обеспечения безопасности в регионе, прежде всего в целях нейтрализации вызовов и угроз, которые исходят с территории Афганистана. В этой связи добиваемся повышения эффективности региональной антитеррористической структуры ШОС, в том числе путем наделения ее антинаркотическими функциями. Россия и Китай выступают также за создание на базе РАЦ – универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов. В сфере экономики наши страны исходят из необходимости сконцентрироваться на реализации масштабных конкретных проектов. В настоящее время ведется активный поиск оптимальных вариантов финансовых механизмов сопровождения проектной деятельности Шахайской организации сотрудничества. Рассматриваем ШОС в качестве удобной площадки для углубления регионального экономического воздействия, а в перспективе для поэтапного выхода на большое евразийское партнерство с участием стран-членов ЕАЭС, ШОС и ОСЕАН. Это зафиксировано в совместном заявлении по итогам визита президента Российской Федерации в КНР 25 июня этого года. Важным вектором совместной работы на данном этапе является сопряжение строительства Евразийского экономического союза и экономического пояса шелкового пути. Хартия ШОС в качестве одного из приоритетов сотрудничества декларирует содействие созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий. Особое значение придается развитию на пространстве ШОС, транспортных коридоров и мультимодальных логистических центров на основе межправительственного соглашения ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, а также обеспечению продовольственной и энергетической безопасности. На гуманитарном треке Россия и Китай, поддерживая деятельность Молодежного совета по налаживанию прямых контактов между молодыми людьми наших стран, в образовательной сфере важную роль призван сыграть сетевой университет Шанхайской организации сотрудничества, межправительственное соглашение об учреждении и функционировании которого российская и китайская стороны уже готовы подписать. Состоявшиеся 2-3 ноября в Бишкеке заседания Совета главправительств государств членов ШОС, а также 21-я регулярная встреча главправительств России и Китая 7 ноября в Санкт-Петербурге подтвердили совпадающие подходы наших стран к сотрудничеству на всех вышеперечисленных треках. Мы полагаем важным, что расширение состава участников ШОС один из таких актуальных приоритетных инструментов повышения роли и влияния этой региональной структуры, расширения политического и экономического потенциала. О растущем авторитете организации свидетельствует и солидный пакет заявок на присоединение к ней в том или ином качестве. Я хотела бы напомнить, что на заседании Совета главгосударств членов ШОС в Уфе в 2015 году было принято решение о начале процедуры приема Индии и Пакистана в состав этого объединения. В июне на саммите в Ташкенте, который был посвящен 15-летию ШОС, был сделан очередной важный шаг, подписанный меморандумы о обязательствах индийской и пакистанской сторон в целях получения полноправного членства. Данный процесс идет поступательно. Есть все основания полагать, что эти две страны получат новый статус на очередной встрече лидеров ШОС в июне 2017 года в Астане. Иран с 2005 года активно участвует в ШОСовском процессе в качестве наблюдателя. Он давно ожидает решения по своей заявке. Она была подана еще в 2008 году. После принятия в июле 2015 года в Женеве совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы были сняты все юридические препятствия на пути к членству Тегерана в ШОС. Еще одним кандидатом является Афганистан, который подал в прошлом году в установленном порядке заявку на членство в организации. Есть и другие формы участия заинтересованных государств в сотрудничестве с Шанхайской организацией сотрудничества. На сегодня государственными наблюдателями в ШОС наряду с Индией, Пакистаном и Ираном являются Афганистан, Белоруссия, Монголия. Обойма партнеров по диалогу включает не только Турцию, но и Азербайджан, Армению, Камбоджу, Непал, Шри-Ланху. Еще существует масса гуманитарных и культурных проектов, которые в частности осуществляются как в рамках организации, среди членов организации, так же и с подключением государств-наблюдателей, государств, которые активно взаимодействуют с ШОС. Продолжение следует...